Существуют разные споры, да, мы не будем спорить. Есть такое самое, может быть, простое определение, что это огромный сгусток энергии. Огромный сгусток энергии, настолько мощный, что мы не можем себе его даже представить. Ну, например, как Солнце. Вот от Солнца идут лучи на Землю. Вот то же самое от этого огромного сгустка энергии, которого мы называем Творец, идут лучи на Землю, это и есть лучи ангелов и архангелов. Есть иерархия такая определенная, ну, например, да, вот он, наш Творец, и от него идут вот так вот лучи на Землю. И вот здесь вот находятся люди, социальные институты, страны. И вот здесь существует уровень разделения. Ну, вот он, нижний уровень, да, это вот наша физическая жизнь материальная. И работа с энергиями ангелов и архангелов, это абсолютно не имеет отношения к религии. Абсолютно. Потому что эти энергии присутствуют во всех религиях. И у православных они есть, и у католиков, и у буддистов, и у иудеев, и у мусульман эти энергии есть. Это сверхэнергии, а не выше религии. Значит, религии, они вот здесь же находятся, они тоже в сфере разделения. Значит, здесь у нас Творец, а вот тут вот смотрите, есть архангелы. Кто такие архангелы? Это те, кто управляет энергиями ангелов. Ну, по сути, полководцы. Полководцы, у которых войска солдат. И вот они отправляют вот эти энергии ангелов вот сюда, на землю. И, по сути, к нам они приходят, и если мы их в свою жизнь впускаем, они существуют на нашем уровне. Если мы их не впускаем в свою жизнь, они существуют отдельно от нас. Поэтому первая задача – осознать и впустить эти энергии в свою жизнь. Хотя бы на уровне осознанности, на уровне сознания. Все в ключевых потоках, часть из них вы знаете. Самый известный архангел – это кто? Михаил. Конечно, архангел Михаил отвечает за защиту, за освобождение от негатива, за очищение, за то, чтобы человечество получало правильную информацию. Следующего архангела тоже знаете? Гавриил. Точно. Ну, давайте, я даже... Эксперты у нас, Галина. Архангел Михаил. По архангелу. Архангел Гавриил отвечает за путь человека на планете Земля. За выживание и сохранение всего живого на Земле. Он, в принципе, мощнейшая архангельская энергия, которая отвечает за Землю. Архангел Гавриил. И за рождение детей, кстати. Благую весть Деви Марии. Кто принес? Архангел Гавриил о рождении Иисуса Христа. Ну, это, вот смотрите, церковные вот эти вот вещи, религиозные, это мифология, да? Но, тем не менее, она все интересна, она все равно интересна, и мы это можем использовать. И есть у нас еще архангел Рафаил. Это целительская энергия. Это исцеление на уровне физического, духовного тела. Это легкость жизни, изобилие. Вот слышали такое понятие, как ангелотерапия? Есть, есть, есть ангелотерапевты, работают. Вот, по сути, это терапия, это энергия архангела Рафаила. Ангелотерапия, архангел Михаил, ангела защита. Архангел Гавриил, ангела предназначения. Вот, целительство и терапия, чтобы вы поняли, это всего лишь одна седьмая задача архангела. У них гораздо больше задач. Дальше у нас идет архангел Уриил. Кто-нибудь слышал такое? Архангел Уриил отвечает за мир, решение конфликтов и за проявление в этом мире. Очень серьезно помогает людям бизнеса. В том числе и материальное проявление в этом жизни. В этой жизни это архангел Уриил. И еще есть архангел Чамуил. Вот архангел Чамуил отвечает за гармонизацию, за любовь, за привлечение родственной души в свою жизнь, за построение отношений. Это уже ангела гармонизация такая. Следующий архангел. Архангел и Афиил. Вот архангел Афиил, мощнейший архангел, который отвечает за мудрость. За мудрость, за обучение, кстати. За информацию, за ясность в голове. Это архангел и Афиил. Это уже такие мощные энергии нового времени. И седьмой архангел. Архангел Заткиил. И вот это уже мощнейший архангел, который отвечает за трансформацию. У него еще есть имя фиолетовое пламя. Эта энергия, считается, что это энергия нового времени, эпохи Мгалея. Но она такая же древняя, как и все остальные энергии. Такая же древняя. Просто людям она стала доступна всего лишь несколько десятилетий назад. Мощнейший архангел, который приносит через трансформацию радость в нашу жизнь. Потому что трансформация нам нужна для радости. Не для горести, не для боли, не для страданий. Для того, чтобы наша жизнь улучшилась. И есть еще восьмая энергия. Сверхэнергия. Архангел Метатрон. По сути, вот так вот. Он управляет этими семью энергиями. И дословный перевод Архангел Метатрон тот, кто рядом с троном. То есть он прямо, ну, фактически является с концентрацией энергии Творца огромной. Но мы с вами будем сегодня работать вот по этой семеричной системе. То есть вот те мастера, которые через архангельские энергии работают с другими людьми, они, как правило, получают вот эту настройку Архангелем Метатрону. Когда мы на годовом уровне решаем наши задачи, нам достаточно знать вот эти семь энергий. И с ними работать, с ними жить, с ними сотрудничать. И мы сегодня с вами сделаем работу по впусканию этих энергий в свою жизнь. Через нейрографику. Потому что нейрографика первое все соединяет. Второе, через нее можно вживить в свою жизнь те энергии, о которых вы, допустим, не знали, не верили, не ведали. Или кто-то говорит, я не чувствую. Может, и не надо чувствовать, да? Здесь главное их знать, и главное в своей жизни создать место для них. И мы вживляем, мы, по сути, через нейрографику создаем карты для своего головного мозга, того, чего хотим, чтобы в нашей жизни было. Сегодня праздничный день. Сегодня с вами сделаем такую карту. Хорошо? Если есть вопросы, задайте. Кто у нас в эфире, задавайте вопросы. Уже будем делать сейчас работу. Нет вопросов, да? Окей. Ну что, берите лист бумаги. Ну что, берите? aik. Продолжение следует...